Волонтеры и представители Казанского федерального университета встретили гостей из Лисичанска, которые приехали в Республику Татарстан в рамках проекта университетской смены. Поезд прибыл ровно по расписанию, так что все было на готове. Студенты из разных институтов помогали ребятам с чемоданами и сопровождали их до автобуса. С приветственным словом выступили директор Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания Юлия Виноградова и проректор по комплексной безопасности Казанского федерального университета Ришат Гузеев. Они пожелали школьникам хорошего настроения и успехов. Десять дней проведите в самых красивейших местах Татарстана, это в Елабуге. Красивые места, классические места, там где писала свои картины Шишкин, там где находится филиал нашего Казанского федерального университета. Я думаю, что вам понравится и город Елабуга. Это музейный город, один из самых чистейших городов вообще по Волжии считается. Смена будет проходить на базе Елабужского института Казанского федерального университета. Программа расписана не по дням, а по часам. В течение десяти дней ребята будут слушать лекции и посещать музей института, участвовать в мастер-классах, танцевальных флешмобах, а также спортивных соревнованиях. Проект познакомит ребят не только с культурой и историей Республики Татарстан, но и с вузом, который с нетерпением будет ждать их возвращения в качестве студентов. Сегодня студенческий актив Казанского федерального университета. Мы с удовольствием встретили ребят, пообщались с ними после приезда. Мы зарядились позитивным настроением, которое ребята привезли с собой и привезут дальше в Елабугу. И проводили их. Эта смена не первая и не последняя. Все потому, что для многих участников эти 10 дней становятся началом настоящей дружбы между школьниками и педагогами, студентами, сотрудниками и преподавателем структурных подразделений Казанского федерального университета, в котором всегда рады друзьям. Участники проекта «Университетская смена», который проходит при поддержке Министерства просвещения России и Министерства образования и науки России узнают больше об истории и культуре Российской Федерации, Республике Татарстан и Казанского федерального университета. Кристина Текина, Универновости.